Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Последние месяцы льготные ипотеки в Алтайском крае. Что ждет рынок жилья в будущем? Готовы дойти до президента. Страсти на улице Гущина не утихают. Почему жильцы категорически против стройки дома у себя во дворе? Выходят в открытый космос, не покидая город. Где в Барнауле наблюдают за астероидами и метеоритами? В восьми районах Алтайского края введен режим повышенной готовности из-за ухудшения поводковой обстановки. Как сообщает в МЧС, регион вступил в активную фазу весеннего половодья. Накануне спасатели провели мониторинг обстановки с воздуха. В ближайшие дни уже прогнозируют вскрытие рек Черыж, Аллей и Ануй. В селах Куринского и Третьяковского районов вода уже вплотную подбирается к домам. В соцсетях появляется все больше видео от местных жителей. Все дома. По фундаменту гляди. Выше фундамента. Гляди. Все. Все затопило. Вся поляна в воде. Там уже через дорогу идет глубина примерно сантиметров 80. Но, кстати, по официальным данным, потопленных домов пока нет. В районах, входящих в зону риска, уже начали готовиться к ухудшению ситуации. Проводится прочистка стоков, отсыпка низменных мест. Работают на территории Антайского края оперативные группы, используем активную беспорядную систему. В целях предупредительных мероприятий в селе Карпово-2 Красночерковского района развернули полученные в прошлом году водоналивные дамбы. Льготному проценту приходит конец. Ипотеку под 6,5% по распоряжению президента России разрешили брать в марте прошлого года. А теперь программу сворачивают. Подробнее о том, какой эффект она произвела, расскажет Андрей Дрейр. Он со мной в студии. Привет, Андрей. Привет, Игорь. Расскажи, как же все-таки покупали и строили со льготной ипотекой в нашем регионе? Ну, получается, как поддерживали, так и строили. В 2020 году в Крае, как говорят строители, ввели в эксплуатацию почти 830 тысяч квадратных метров жилья, что на 9% больше, чем в 2019 году. Вообще, медленный рост процента строящегося жилья – это тенденция нормальная. Рынок, можно сказать, оклемался после введения системы искрочетов. А вот как покупали? Другой вопрос. За год ковид в Крае выдали больше 29 тысяч кредитов на почти 51,5 миллиард рублей. Из них по льготной ипотеке дали 10 миллиардов. Покупали неплохо. Как сформулировало в официальном ответе Министерства строительства и ЖКХ Края, льготная ипотека со ставкой 6,5% хорошо себя показала как антикризисная мера. Однако, в некоторых регионах рост цен на жилье перекрыл положительный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. А президент Союза риэлторов Марина Ракина сказала о том же самом проще. Все были шокированы и наплывом покупателей, и ростом цен. Есть достаточно большой разрыв между ценой, которая заходила в рынок на март-апрель 2020 года к сегодняшнему. Мы видим, по некоторым позициям доходит до 70%. 40% это средняя, наверное, стоимость, по которой произошло такое повышение. На некоторую недвижимость до 70% роста. Да. Это за год. Ну, это меньше, чем за год. Невероятно. Вы слышали мою реакцию, но она была такой же, в том числе и менее цензурной даже у экспертов. Ведь с подобным они встречались разве что только в начале 2000-х. Так что в 2020 году риэлторы били все рекорды, которые только можно было побить. А по недавним сообщениям Владимир Путин поручил разобраться с космическим ростом цен на жилье. Но, судя по словам экспертов, сдерживающие меры уже не сильно помогут. Цена вряд ли упадет. Цена остановится на том уровне, которым есть. Потому что все-таки застройщики не только на маржу работают, на прибыль. Они работают и тратят деньги на покупку бетона, металла. А вслед за ценой на квадратный метр выросла цена на металл, на бетон, на другие строительные материалы, которые являются практически основой для строительного рынка. Плюс, по словам Марины Ракиной, система эскроу-счетов тоже помешает застройщикам самим снизить цены. Напомню, суть закона о эскроу-счетах в том, что дольщики отдают деньги не застройщику напрямую, а кладут на специальные счета в банк. А застройщик уже берет кредит у банка. Поскольку последний отщипывает свой процент и у тех, и у других, снижать цены вряд ли получится. Как вы догадываетесь, банки тоже выиграли. В пандемию выдали почти вдвое больше кредитов, чем в 2019 году. Да и у застройщиков смели все, что было. Именно поэтому эксперты из банковской сферы отмечают, что цены продолжат расти. За этот период времени просто те имеющиеся объекты, которые были, и квартиры, их разобрали. Поэтому предложение стало гораздо меньше. И, соответственно, застройщики сейчас увеличивают стоимость этих объектов. И конечный потребитель порой разворачивается в сторону вторичных объектов, чтобы привезти там дешевле, но чуть побольше ставки. То есть эффект от сниженной ставки сошел на нет на фоне несказанного роста цен. Тут почти по закону финансовой пирамиды. Из покупателей выиграли больше всего те, кто купил недвижимость в самом начале спроса. Или те, кто сейчас. Правда, счастья от этого порой немного. Из-за пандемии на рынок потоком выплюснула квартиры, полученные по наследству. Пенсионеры и владельцы умирают от ковида. А наследники выставляют недвижимость на продажу. Кстати, есть еще надежда, что Барнаул включат в список субъектов, которым продлят льготный процент. По крайней мере, подготовлен проект обращения губернатора председателю правительства России Михаилу Мишустину. Жители двух домов на улице Гущина уже который день бьют тревогу. Напомним, между их домами собираются воткнуть десятиэтажку, то есть прямо сюда. Люди обеспокоены не только эстетической стороной вопроса. Им видится, что стройка может стать роковой для их домов. У нас не будет прохода, у нас не будет пожарного выхода, у нас не будет ничего. Вообще сложно, конечно. Это уже не просто противостояние, а настоящая война на улице Гущина. Неделю назад местные жители узнали, что между их домами построят еще один дом. Такая близость людям не нравится. Не для того. Пять лет назад покупали здесь квартиры, чтобы дышать пылью и смотреть на стройку. Людям обещали, все будет по красоте. Зеленую зону они обещали и парковку обещали. И ничего здесь больше строить не будут. Все будет относиться к этому дому. Все это регион строй обещал. Здесь будет зеленая зона, парк, все благоустроят, чтобы все было красиво. Как говорят местные, примерно на 600 жителей, на несколько домов здесь построена всего одна детская площадка. Причем, как мы видим, она не очень просторная. Получается, это какое-то детство в каменных джунглях. Оказалось, что комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула уже выдал разрешение на строительство десятиэтажки. На участке уже начались первые работы. Собственники, которые остались без детской площадки и парковки, боятся, что скоро эти два здания сложатся как карточный домик. В одном из домов 25 этажей. Ну вот такая махина стоит ни на чем. А тут еще выкопают в 15 метрах котлован. Ну и что? У меня пол вот это все там, а все эти трещины, все видно. Все садится дом, потолок, прям вот этот потолок наверху, прям вот так вот с мизинец был, представляете, и на полу. То есть еще без вот этого строительства уже какие-то проблемы? Да, да. В подъездах домов и без того идут трещины. По словам жильцов, где-то уже лопнули трубы. В квартирах можно заново делать ремонт. Даже включить если логику, если что-то с крана там на высоте 25-27 метров упадет, следовательно расстояние между домами 15 метров, где это будет все? У нас, в наших панорамах, простите. На что у нас панорамы построили, непонятно. Что мы будем лицезреть стену? Сегодня собственники отправились в администрацию Ленинского района. Ясно, что это далеко не последняя встреча с чиновниками. Кстати, сами чиновники говорят, что ограничить право застройщика невозможно. Остается обжаловать решение экспертизы. Мы отправили запрос в администрацию Барнаула с просьбой пояснить ситуацию. А тем временем жители начали собирать документы для подачи в суд. Губернатор края Виктор Томенко, вероятнее всего, пойдет на выборы в региональный парламент и возглавит список партии «Единая Россия». Об этом рассказал накануне журналистом секретарь краевого отделения «Единая Россия» Александр Романенко. С его слов, по данным социсследований, у Томенко высокий уровень поддержки населения. Впрочем, главе региона придется пройти внутрипартийный праймерис. Однако пока он не подавал документы на участие в предварительном голосовании. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Кстати, по словам Александра Романенко, 75% тех, кто заявился на предварительное голосование, не являются действующими депутатами АКЗС. И это люди разного возраста и профессий. Зарегистрировались наши общественники, представители бизнеса. Очень много у нас на сегодняшний день проходит регистрацию людей, которые в медицинском сообществе. Есть очень много молодых ребят, депутатов Барнаульской городской думы. Очень много людей на сегодняшний день. Действительно, это 120 сегодня сдали. А мы предполагаем, что вообще в Краевое законодательное собрание может быть принято заявок и зарегистрировано от 300 до 400 человек. По прогнозам Романенко, в целом состав Краевого законодательного собрания обновится на 30-40%. При этом до сих пор непонятно, как наш край будет представлен в федеральном списке депутатов на выборах в Госдуму от Единой России. Возможно, это будет объединенный список кандидатов от нашего региона и Республики Алтай. На Алтае началась вакцинация маломобильных жителей от коронавируса. Этим людям порой сложно самим добраться до больницы, поэтому врачи приезжают на специальном автомобиле. Подробности у моих коллег. Сегодня Березовка – это промежуточный пункт между пациентами и врачами. Галине Шурыгиной 73, и она не болела коронавирусом. Поэтому и решила поставить прививку. Но добраться до больницы самостоятельно непросто. Больная нога требует покоя. Женщина живет в поселке Ильича. Говорит, транспорт там ходит нечасто. Поэтому и потребовалась помощь специальной бригады. Приехала заново Газель. Все мы друженько, нас пять человек приехали. Все мы друженько сели в Газель. Привезли сюда. Проверил терапевт. Сделали прививку. Все было хорошо. Для маломобильных людей в крае действует своя система доставки. Если они живут в маленьких поселках, специальное авто забирает их из местных ФАПов и доставляет в районную поликлинику. Так в крае уже поставили вакцину от коронавируса более 450 человек. Если колясочник у нас там, мы его закатываем, держимся за поручку. Мы ставим наручник, наручной тормоз, инвалидную коляску и опускаем ее. В Первомайском районе от коронавируса привиты пока 37 маломобильных людей, хотя желающих гораздо больше. Но пока ускорить процесс не получается. Каждую неделю мы доставляем по 5-6 человек маломобильных граждан. Это с различных уголков Первомайского района, в том числе отдаленных. За два месяца привезли это поселок Леича, поселок Сосновый Лог, то есть Сосновка, удаленные районы Первомайского района. Добавим, что списки желающих поставить прививку от коронавируса формируют участковые врачи. Они лично звонят пациентам и предлагают им такую услугу. К слову, на сегодняшний день в крае всего более 90 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком. Причина аварии – это не только невнимательность пассажиров и водителей, но и плохое состояние дорог и пешеходных зон. Так, в 2020 году в Алтайском крае зарегистрировано более 350 случаев наезда на пешеходов. 233 из них произошли в местах с плохими дорожными условиями. Нет знаков, не видна дорожная разметка или отсутствует дополнительное освещение. Проблемы безопасности на дорогах региона обсуждались в ходе заседания Крымой комиссии. Как отметил губернатор, число пострадавших в ДТП по-прежнему остается высоким. Количество, в принципе, ДТП случившихся снизилось с 2800 почти до 2500 на 10%, больше, чем на 10%. Число погибших, к сожалению, продолжает оставаться высоким, очень высоким. 226 человек погибло в ДТП, но в предыдущем, в 2019 году, вообще погибло 252. Поэтому снижение тоже более чем на 10% у нас по факту имеется. Большим количеством аварий в прошлом году отличились камень на обеи Рубцовск. Так, в Каменском районе выделенных средств не хватает ни на ямочный ремонт, ни на установку знаков и освещения. А больше всего досталось главе Рубцовска. Там из 900 километров дорог на официальном учете состоит менее половины 395 километров. При этом это только 65% из них находятся в удовлетворительном состоянии. Вопросами этого города, подчеркнул глава региона, нужно заниматься отдельно и скрупулезно. Баскетбольный клуб Барнаул вышел в финал Суперлиги 2. Наша команда обыграла Металлург в выездном ответном матче в Магнитогорске со счетом 78-73. Напомним, Барнаул буквально разгромил соперников еще в первом домашнем матче. В тот раз в спорткомплексе Победа Барнаул взял фору плюс 27 очков. Чтобы выиграть, Металлургу пришлось бы обыграть нас хотя бы на 28 очков. Так что наши могли играть спокойно, фактически оставаться в защите. Но спортсмены повторили триумф. И это несмотря на то, что начало не задалось. Всю первую половину хозяева не ослабляли напор и уверенно забрасывали мяч. Но после большого перерыва Барнаул догнал и перегнал. Теперь мы сыграем два матча за золото против чебоксарских ястребов. А уже через несколько дней Россия, да и весь мир будет отмечать юбилей 60 лет со дня запуска первого человека в космос Юрия Гагарина. Но выйти в открытый космос можно и не покидая пределы кривой столицы. На базе педагогического вуза уже не первый год работает лаборатория по изучению космического пространства. Чем занимаются ее научные сотрудники и почему их так тянет к небу расскажет Валентина Аскерова. Одна из 20 лабораторий в мире, где наблюдают за искусственными спутниками Земли, астероидами, метеоритами и в целом за открытым космосом находится в Пет-университете Барнаула. И цель не романтическая, а предельно научная. Ведь те же спутники могут быть в шаге от космического ДТП. А это крайне опасно. Такие истории уже случались. Так уж получилось, что встретились два одиночества. Рабочий спутник Иллидиум и нерабочий спутник серии «Космос». Встретились они на орбите. В результате получилось примерно 160 тысяч осколков. Если вот такая условная космическая гайка встретится с рабочим спутником, она его прошьет насквозь. Если она его прошьет насквозь, что у нас получится с аппаратом? Он был, работал, а потом это просто хлам. Очень дорогостоящий. Недавно из-за столкновения с такими обломками один из спутников вышел из строя. В результате практически вся Восточная Сибирь, часть Дальнего Востока, остались без связи. Чтобы предотвращать подобные ЧП в космосе, нужны оптические лаборатории, которые разбросаны по всему миру. Так как на орбите летает уже много чего, то нужно точно, ну, прежде чем решать вопрос об утилизации всяких осколков, не работающих, что работающих, нужно вообще выяснить, что в действительности летает. Вот одна из задач, это как раз вот мониторинг орбит, для того, чтобы выяснить, что там точно летает. И они выясняют с помощью высокотехнологичных телескопов, таких как Барнаульский. Более того, здесь наблюдают из-за поведения метеоритов, чтобы те нежданно не нагрянули на Землю. Но эти ученые иногда забывают про работу, подходят к телескопам и просто любуются небом, планетами и естественными спутниками Земли. Чего, впрочем, советуют всем нам. Попробуйте посмотреть в телескоп или хотя бы в бинокль на Луну. Увидите массу деталей. Вот эта масса деталей, она всем врезается в память. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды, спонсор прогноза – компания «Эволар». Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...